20 лет назад была совсем иная, мы окупили шелфер за 4 года, в городе, наверное, 20 мини-отелей, которые, ну и потом уже позже, которые с логотипами, которые разрабатывал якобы. Господа Хованская, она как бы идет в крайности, говорит о том, что это там плохо. Перед чемпионатом у нас сложилась какая-то вот ситуация с замусором рынка. Что самое главное понять? Малый формат, он есть всегда везде, и он будет. Когда они обращаются к специалистам, и те ему говорят другие цифры, им становится скучно, им же хочется верить в сказку. Я говорю, управлять могу, только при других финансовых параметрах вашей модели. Понятно, 5 звезд никто не мог себе повесить, но как бы все было красиво, эффектно. Но тем не менее, это позволило нам как раз понять, что нам не хватает законодательства. Алексей, здравствуйте, спасибо, что приняли себя в гостях. Давайте вернемся в далекое прошлое, в то время, когда я еще сам в 2004 году начинал этот большой длинный путь. Я запомнил вас по отелю Шелфорд, и в то время вы выпустили свою первую книгу. Не знаю, первую или не первую, она первая для меня, которую я прочитал. Это книга про малых отелей, про малые отели. И там была замечательная фраза, прямо в названии «С чего начать, как преуспеть?». Эта книга до сих пор лежит у меня на полке, да, и я не так давно обнаружил, что я ее посоветовал своему владельцу. Привет. Да. Расскажите про себя, с чего вы начали, как вот пришли к этому, и самое главное, как вы преуспели? Ну, начал я совсем не с гостиничного бизнеса. Закончил я сначала военмех, инженер оборонных предприятий, потом занимался медицинской техникой, вот то, что потом используется в МЧС разработкой. Потом мы вынуждены были, молодые ребята, когда закончили все госзаказы, Советский Союз разрушился, и нам нужно было где-то искать какие-то деньги, чтобы все это делать. Поэтому в большей степени уже занимались даже не производством, а маркетингом. И пришлось изучить английский язык, хотя до этого у меня был немецкий в школе, да, и, соответственно, маркетинг, на другой вариант, ездили на выставки. Ну, в общем, такое дикое обучение, где могли что-то, мы искали. Вот, потом так получилось, что все равно как бы не старались, но, к сожалению, оборонные предприятия, медицинская техника в оборонке, она как-то совсем устала, и нужно было как-то кормить семью, да, мы чем только не занимались. Я занимался вечерами, ходил, учил в разные офисы, это было модно, работать еще на 286-х компьютерах с дискетами. Тогда было только-только появились Excel и Word, мы как раз это все изучили, как раз благодаря этому предприятию, все ходили по вечерам, значит, проводили обучение. Делали макеты, Coral только тогда изучил, и мы делали всякие, ну, на самом деле, в городе, наверное, 20 мини-отелей, которые, ну, потом уже позже, которые с логотипами, которые разрабатывал я, как бы, и делал. Ну, так вот, приходилось очень везде, чем только не заниматься. Потом, так случайно получилось, что по объявлению в газете, это резкий случай был в то время, я устроился работать в один из банков, но именно уже на маркетинг, маркетинг пластиковых карт, занимался им маркетингом, через год после, в 95-м году, когда был с семьей банкирщины, этот банк накрылся, и я перешел в Энергомашбанк, и замначальника отдела маркетинга дошел до начальника управления стратегического развития и бизнес-планирования банка, то есть всю жизнь занимался стратегическим планированием и бизнес-планированием. Ну, у меня было много проектов, были проекты мясокомбинаты, были проекты энергомашнительные предприятия, основной проект, который был при Энергомашбанке, то есть все, что касалось не финансов прямую, а вот именно развитием каких-то проектов, это вот занимался я и мое подразделение. Три подразделения, даже там входило в управление, три отдела. И там же как раз, тоже мне повезло, тогда приехали к нам товарищи из Англии, из Америки по Европейскому банку, да, вот то, что тогда было модно, приезжали все, и нас обучали Total Quality Management, у нас обучали системе презентации, стратегическому планированию, бизнес-планированию, то, что вот как раз мы быстренько получили как раз из первых рук, вот Англии, Америки, там, Германии. Я в этом во всем тоже участвовал, соответственно, настрополился немножко. Ну, а потом так получилось, что когда банк продавали, мне предложили перейти в Москву, я не захотел, ну, а перед, как бы, один из проектов банка, там был получастный такой, был небольшой отель, вот который потом стал, Шелфорд называться, да, и мне предложили им заняться, я им занялся, мне это понравилось, больше, чем, может быть, чем другим, чем я занимался. Я создал Центр развития малых отелей, консалтинговую компанию, и где-то, вот, порядка 40 отелей в городе, там, от 5 до 40 номеров я, как бы, в течение нескольких лет открывал. Ну, там не только я, потом мы создали клуб отелей с коллегами, тоже они все известны, как-то на рынке малых отелей, которые активно продолжают ими работать, да, но многие, как бы, полюбили малые отели так, что в них и остались, а я все-таки пошел немножко дальше. То есть, просто в один из периодов времени, когда уже, вот, да, и книжка была уже написана, и, как бы, уже были материалы, и стандарты, и все это уже, как бы, было отработано, я встретился с владельцами бренда, ну, тогда только-только он создался, кронвел, вообще был бренд Югра Сервис в Сибири, и вот они выходили в Петербург и строили первый отель инвестора другого, это стремянное. И вот начал с ними работать, и вошел к ним в партнерство, и вот с этого времени, это был с 2008 года, вот, 11-й год, да, я работаю уже в Кронвелле. Ну, про Кронвелл чуть позже, давайте еще про то время, вот, вопрос, тогда же все делалось, ну, то, что называется, на коленках, да, да, и вот эти вот, я помню, и Шелфорд, и Ринальди тогда начинали отели на Невском, мы тут рядышком с ними, да, вот, расскажите, в чем, на ваш взгляд, разница вот того формата отелей, да, и то, что делают сейчас, сейчас же тоже очень много меня отелей открывает. Ну, сейчас, понимаете, есть и плюсы, и минусы, тогда не было вообще никакого законодательства по этому поводу, и, с одной стороны, это было хорошо, потому что можно было пробовать и делать, как, ну, обычно все брали за опыт, самый западный вариант, кто там что посмотрел, так и делали. Появились, правда, первые классификации, мы один, Шелфорд номер один получил сертификат на три звезды, и среди малых отелей был первый. Да, 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 так и было, да, давал. Вот, все учили, даже те же эксперты, которые сейчас известны, как раз вот тренировались там наших тогда нескольких отелей, там, контролирующие органы, некоторые, будем говорить, не контролирующие органы, а некоторые представители контролирующих органов, это пытались использовать в своих целях. Был даже там такой один человек, не будем знать его фамилию, который был известен на весь город, который ходил и штрафовал разные отели. Вот, но, тем не менее, это позволило нам как раз понять, что нам не хватает законодательства. И мы тогда, вот, тогда у меня было движение уже в общественной отрасли, да, я пошел в РГА, потом в управление, занимался как раз там так малыми отелями. Вот, но их тогда все-таки было не очень много, не так много, как сейчас, конкуренция была не такая большая, и они даже были готовы объединяться в некие ассоциации, объединения, как что мы делали в клубом отелей в свое время, да. И создавались отели именно тогда, все-таки все старались создать отели покрасивее, в разных смыслах, да, то есть, чтобы все-таки было солидно. То есть, вот, понятно, пять звезд никто не мог себе повесить, но как бы все было красиво, эффектно, ну, возьмем, там, Пушка Ин, там, это вот в старинном здании, там, тот же Шелфер с колоннами, там, и с каминами, там, тот же Тризини Арт-отель там сделан, да, и так далее, там, многому нужно называть, там, Комфорт-отель тогда появился, Герценхаус и тому подобное. То есть, даже отели, которые были не очень дорогие, все равно старались сделать какую-то такую уникальность. Сейчас эта уникальность тоже есть у многих, а я и сейчас, но все-таки, сейчас все-таки больше подходит к тому, как мы получим бизнес. Поэтому пошло огромное развитие хостелов, и это, наверное, тот бизнес, который я считаю самым перспективным вообще, как бы, потому что как раз тот поток, который, наверное, будет все больше и больше увеличиваться, будет постепенно съедать тот поток, который готов платить больше денег, лишь бы было хорошее, как бы, качество питания. Даже питание не обязательно, главное, чтобы переночевать, хорошее белье, там, и больше ничего не нужно. Поэтому сейчас подходит более бизнесово, хотя, конечно, никуда не делись там и темы «хочу-хочу отель, просто потому что мне нравится», или потому что другого способа не сделать, но, тем не менее, все-таки тогда такое было творчество. Я даже вижу тех людей, которые дружат до сих пор, которые по 20 лет тоже управляют этими отелями, они совершенно по-другому подходят. Вы тоже знаете, да, там, если придут наши коллеги и расскажут что-нибудь на конференции, совершенно разный подход, да, вот международные сети рассказывают что-то, или рассказывают, там, соответственно, наши коллеги, которые говорят о творчестве, о поиске клиента, индивидуальному подходу. Алексей, вы уже коснулись темы хостелов и законодательства, вот это все, особенно последние несколько лет, достаточно муссируется. Почему? Потому что у нас есть небезызвестная госпожа Хованская со своим законом, с одной стороны, да, с другой стороны, многие отельеры могут ее понять в хорошем смысле, потому что действительно есть огромное количество малых средств размещения, хостелов, без звезд, там, и прочих мини-отелей, да, которые живут по нормам жилищного законодательства, да, соответственно, не облагаются теми налогами и живут немножко в иной правовой сфере, в отличие от тех отелей, в которых есть другое финансовое бремя. Вот как вы считаете, насколько права госпожа Хованская и что с этим делать? Ну, смотрите, что самое главное понять? Малый формат, он есть всегда везде, и он будет. Будет ли он совсем в черноте, или он будет в R&B, или там он будет в Booking.com, или он будет как бы официально, это вот вопрос как раз регулирования. Что меня, как бы, как в свое время, как бы, работаю еще много с малыми отелями, и тогда мы уже все делали, как бы, на самом деле, я старался везде быть абсолютно, как бы, чистым, белым, там, в законодательстве, которое тогда было. И сейчас меня что беспокоит? Одна вещь, то есть нужно создать какой-то нормативный, а, конечно, в принципе, есть, все, в принципе, понятно, когда каждый отель, неважно, малый, но и большой, на один номер будет тратить столько же, чтобы обеспечить клиента, сколько и большой, ну, естественно, с учетом, там, звездности, там, дополнительной инфраструктуры и так далее. То есть, если, соответственно, большой отель или отель, даже небольшой, но работающий полностью, гостиница в нежилом фонде, он, соответственно, платит по другим ставкам за коммунальные услуги, он, соответственно, платит другие налоги, он платит, он вынужден, как бы, соответственно, формировать какую-то инфраструктуру для соответствия требованиям, а это уже деньги, затраты, это не сама классификация стоит денег в основном, а то, что нужно при нее сделать. А эти отели, соответственно, могут этого не делать. И тогда он, да, клиент может это не замечать, красивый, хороший номер, с хорошим бельем, с хорошей кроватью, там, тишина, все отлично, хороший, неплохой персонал, может, даже хороший, но он, соответственно, тратит на номер, условно, тысячу рублей, а я трачу полторы или две. Соответственно, мне, чтобы работать и существовать, я должен продавать за три тысячи рублей, сейчас условные цифры говорю, а он может продавать за две. При этом услуга у него не отличается от меня никак. Значит, он, соответственно, продает за две, у меня за три, и получается, что он отбирает клиентов или демпингует на рынке и сдает другой СССР. Вот это неправильно. То есть, с моей точки зрения, должны существовать все формы, и не нужно их там нагружать НДСами и так далее, сложными налоговыми отчетами, они должны платить какие-то патенты, коммуналку и что-то еще. Но чтобы он тоже получал хорошо, не две тысячи, а хотя бы тысяча восемьсот бы он платил, я бы уже понимал, что, в принципе, он близок, и дальше я уже своей инфраструктурой или своими дополнительными услугами перетягиваю клиента к себе, крупного или среднего, или мелкого. Пока этого не будет, понятно, что это в этом проблема. Поэтому Гаспара Хованская, она как бы идет в крайности, говорит о том, что это там плохо, и там в доме и так далее. В чем-то она права, особенно если мы знаем, есть отели, так называемые, в кавычках, которые стоят нам в третьем дворе на пятом этаже. А мы должны территорию уже поддерживать, и все, 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 они ничего нет. Поэтому важно, как только будет паритет цен, те отели, которые не смогут работать в такой ценовой категории, они просто либо уйдут с рынка, ну да, либо пойдут вообще в черноту, а это даже легко совсем контролируется и проверяется. Поэтому нужно создать одинаковые условия, что лояленные, что наоборот, как бы жесткие с точки зрения затрат, и тогда вопросов не будет ни у больших отелей, ни у мало. Слушайте, у вас в свое время вот читал фразу, что инвесторов, которые вкладывают деньги в отель ради жены или для того, чтобы диверсифицировать бизнес, осталось мало. Но вот, по-моему, перед чемпионатом у нас сложилась какая-то вот ситуация, замусывание рынка, и как раз на рынок вышло, ну, я говорю сейчас про Петербург, да, но, наверное, в других городах аналогичная ситуация, особенно те города, которые принимали чемпионат мира. Потому что как раз людей до сих пор прельщает видимость, да, я подчеркиваю, наверное, действительно видимость прибыльности вот этого гостиничного бизнеса, да, и они пытаются пристроить свои лишние деньги. Отсюда появляется там много условных непрофессионалов. Да, ну давайте разделим. То есть понятно, что когда он видит все-таки, как он думает, увидит доходность или он видит возможность, что по-другому ему тот имущество, который он весь не использует, тогда он может отдать и дочери, и себе, и самому. Это немножко разный подход. Вот раньше просто сделаем, потому что действительно доходность отелей 20 лет назад была совсем иная. Совсем другая. Да, мы окупили шелфер за 4 года. Поэтому как бы совсем другая ситуация, да, тогда. Тогда это была средняя по рынку, как бы ситуация, которую можно было сделать. Вот, но проблема, здесь проблема в прессе и в консультантах. Не персональной прессе, не, как бы, говорю, да, которые пишут просто деловые. Потому что и проблема в консультантах. Очень много стало консультантов, бывших отельеров, возможно, или неотельеров, которые занимаются именно консалтингом. Чтобы не нести ответственность за прибыль, за доходность, взаимодействие с инвестором на стройке, там, они пишут бизнес-планы. Теперь, понимаете, любую, любой бизнес. Если у вас есть бизнес, который, ну, оценивается не в виде штук, там, не сделана каплей клавиатура или мышка, и сколько она может стоить, да, а в виде какой-то бумажной или интеллектуальной работы. Соответственно, если вы приходите к инвестору и говорите, ребята, да, вот, вы готовы, я хочу, ну, вы меня заказываете, я вам делаю инвестор. Значит, вот я понимаю, что вы хотите окупить там за 5-6 лет. И вдруг я вам переношу бумагу, в которой 20 лет окупаемости. Ну, наверное, инвестор в лучшем случае для вас просто как бы заплатит вам деньги и скажет, идите отсюда навсегда, и больше всем другим расскажет, что с ними работать нельзя. Либо скажет вторую часть, я вам не плачу, да, что платить-то? Вы же мне там вначале что-то говорили. Поэтому консультанты пишут циферки, которые, на самом деле, когда я читаю эти вот исследования, я плачу. Потому что, когда приходят инвесторы, говорят, вот я тут начал строить, проконсультировать, как вы можете управлять? Я говорю, управлять могу, только при других финансовых параметрах вашей модели. Потому что там, да, он говорит, как, мне обещали, что вам за 6 лет я окуплюсь. Я говорю, ну, давайте считать. То есть у них два момента. Первый, они ставят обычно загрузку, например, по, ну, ладно, по Петербургу, там немножко попроще, а вот, например, берем какой-нибудь там условный региональный город, в котором средняя загрузка 45%, все это знают. Они пишут, все модели пишут исходя из 60%. То есть первый год они пишут там 35-40, второй год там 55, потом 60. Но когда уже их вроде и не будет, и кто там, значит, либо шаг, либо шаг, значит, помрет раньше времени. Вот. А следующий момент – это занижение стоимости инвестиций. Когда они говорят, ну, что тут у вас же все готово, сейчас вот это быстренько сюда-сюда, потом выясняется, что инженерия, это, это, это. Мы с вами все эти цифры знаем, и получается, что не бьется. Дальше третий момент, как они подгоняют, да, это то, что они рисуют вам без амортизации, без кредитных ресурсов, все, ну, как бы, и без дисконтирования. Чисто такая, ну, вот, вы заработаете 100 рублей, значит, а здесь нет, вы тысячу рублей как бы вернете. Мы говорим, не вернем, еще лет, года 4 вам понадобится, чтобы их вернуть. И вот люди читают это, вот, читают такие книжки, читают такие исследования, уж много уже в открытом доступе этих исследований, говорят, класс, красиво, во-первых, красиво, есть куда прийти, пригласить друзей. И при этом я быстро, ну, в принципе, быстрее я куплюсь, чем любой сейчас бизнес, который вообще предлагается на рынке или там депозитом они сравнивают. Вот в этом проблема. А вместо того, что, когда они обращаются к специалистам, и те им говорят другие цифры, им становится скучно, им же хочется верить в сказку, и они от них уходят, приходят опять, ну, давайте начнем строить. Потом приходят уже к нам, когда уже почти построено или построено, и им дальше говорят, ну, извините, мы не можем этим, мы не можем заняться, если за ваши деньги, вы будете нам что-то оплачивать, тогда мы можем заняться, иначе вам просто не хватит денег. Потому что сейчас многие отели, вот я по регионам езжу, есть отели, которым вот даже брендовые, потому что пишет-то анализ не бренд, а пишет анализ некая другая компания, да? Да, и, соответственно, люди доплачивают, чтобы операционную деятельность поддерживать. То есть, доплаты в деньги сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!